Доброе утро, дорогие братья и сестры и сочувствующие. У нас с вами сегодня первая Коринфина, первая глава, самое ее окончание. 30-31, ну для связанности мысли давайте с 29-го прочитаем. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящееся, хвались Господом. Вообще, давайте смотреть контекст, главные мысли вот этих вот идей, высказываний. Главная идея – это то, что Господь спасает людей так, как Он хочет. То есть люди приходят на небеса не так, как они хотят или представляют себе. Но приходят на небеса так, как Господь хочет. Потому что Он спасает, в конце концов, потому что Он решает. Потому что Он решает, как спасти. И Он решает, кого и как подвести ко спасению. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Не своими достижениями, не своими умениями, не своими происхождениями и так далее. Ну, в общем, ничем таким человеческим, чтобы человек не хвалился. Здесь дальше Павел делает интересное утверждение. 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога». То, что мы от Него, это означает, что мы Его дети, понятное дело. То есть Он наш источник, мы от Него. Это очень широкое утверждение. Потому что Он все для нас. Потому что, как написано, Христос для нас жизнь. Мы от Него, мы от Него рождены. Мы от Него питаемся. От Него возрастаем. Он нас растит. Ну и так далее. То есть мы от Него. Но во Христе. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. Тоже вот тяжело оттолковать такие вот очень широкие понятия. Это, как знаете, самые простые слова, самые кажущиеся простыми словами, очень труднее всего определить. То есть вот я помню был тест на такой... В этом-то и... Ну, один из тестов, из миллиона тестов, которые я проходил в своей жизни по разным поводам. Вот там был тест один такой, там надо было определить, дать определение слову полоска, например. Ну, если задуматься, если прямо четко, академически подходить, вот, не просто вот такая вот вытянутая фигня, ну, именно академически подходить к этому вопросу, то, конечно же, ну, попробуйте просто на досуге. И поэтому, ну, вот, по аналогии с этим, вот такие широкие слова, да, премудрость, праведность, да еще и Господь наш сделался для нас премудростью и праведностью, их трудно, ну, не то что непонятно, да, их трудно толковать, потому что они очень широкие, их трудно уместить вот в наш маленький формат разговора. Но, тем не менее, мы понимаем, что, как вот написано в притчах 9 главе, в 9 главе это написано, что начало мудрости страх Господень. И вот, вот эта мудрость, то есть, страх Господень, как мы знаем, ненавидеть зло, и вот именно вот эту идею, то есть, страх Господень, ненавидеть зло, смирение пред Господом, почитание Господа, вот это и есть начало мудрости, это и есть наше, да, и вот все это идеальнейшим образом было воплощено во Христе, то есть, Он для нас стал мудростью, Он для нас стал вот этим Божьим, ну, там все, то есть, и примером, и спасением, вот, то есть, сам Господь определил, как должно быть, сам же Господь и показал это на своем примере. А тот, кто, ну, тут, конечно же, не сказано, что если человек верующий, если человек становится верующим, он становится умнее. Такие случаи бывали, такие случаи бывали, но не всегда, то есть, это не прямая зависимость, хотя, хотя, конечно же, человек верующий, будучи исполнен плодов Духа Святого, однозначно становится более рассудительным, более осторожным или более смелым, более разумным, ну, и так далее, и так далее, то есть, ну, просто потому, что это естественное следствие возрастания в Боге, естественное следствие того, что человек пребывает в слове и насыщается словом и так далее, но, конечно же, здесь нет знака равенства, то есть, мудрость, это немножечко не об интеллекте, вот, я бы даже сказал совсем не об интеллекте, это именно о наших отношениях с Богом, в первую очередь, и о наших отношениях с, ну, к духовным вещам, то есть, как мы, как мы действуем в этой жизни, да, будучи движимы нашим сердцем, будучи движимы Духом Святым, то есть, мы проявляем мудрость в поступках, так вот, наша мудрость – это Иисус, то есть, что это такое? То есть, это получается, что в Нем мы находим вот-вот все, что нам нужно для того, чтобы поступать как раз-таки разумно, угождать Богу, проявлять этот страх Господень, благоговение пред Господом, то есть, вот это все есть наш Господь для нас. Написано, что Он сделался для нас праведностью, тоже, если вдуматься, удивительнейшее утверждение, потому что, потому что у нас нет своей праведности, потому что мы в части праведности, мы банкроты, мы несостоятельны, мы ничего не можем, ничем не можем похвалиться перед Богом. То есть, наших дел, как вот в Исае написано, что наша праведность, как запачканная одежда. Синодальный перевод несколько смягчил эту идею. В оригинале, вот как говорят специалисты, в оригинале написано «запачканные грязные дряпки». Наша праведность – это как грязные дряпки перед Богом. Что мы можем Ему предложить? Чем мы можем Его удивить? Каким таким прекрасным поступком мы можем Его удивить? Но Господь не оставляет нас вот в этом положении, в этом удручающем и безнадежном положении. Господь наделяет нас своей праведностью. Знаете, есть такое выражение «живет, как у Христа за пазухой». Ну и оно, понятное дело, относится к такому пониманию человеческому, что кто-то вот живет и в ус не дует, и никакие проблемы его не касаются, и у него там полное изобилие, и здоровье, и дом полные чаши, в общем, все прекрасно у него. Вот про таких людей говорят. «Живет, как у Христа за пазухой». Вы знаете, я никогда размышлял вот над этим отрывком, над праведностью, над тем, что Господь наделил нас своей праведностью, я вдруг подумал, в общем-то, неплохая аналогия. То есть мы оставим в стороне мирское наполнение вот этой идеи у Христа за пазухой, но давайте подумаем о том, что на самом деле ведь Господь есть наш покров. Написано, что мы под крыльями Его покоимся. Написано, что Он дает нам свою одежду, и это вот когда мы во Христе, это действительно как будто мы у Него за пазухой, да, то есть мы внутри Его одежды. Он дает нам свою одежду, уделяет нас своей праведностью, то есть Он приписывает нам свою праведность. То есть, представляете, это вот, например, вот кто работает сдельно или работал, тут меня поймет, то есть, например, ты приходишь на работу, лодорничал весь день, баклуши бил, ну вот, кефир пил за углом, в магазин бегал, ну и так далее, так далее. То есть, не работал, ерундой занимался, у вас работа сдельная, и вот в конце рабочего дня какой-нибудь человек подходит к тебе и говорит, знаешь, вот, а лучше, если это прям вот тот, кого ты считаешь своим врагом, против, ну, чтобы уж совсем пример был такой, да, подходит к тебе и говорит, знаешь, вот, ты не работал, но я, пожалуй, припишу вот свои, ну, то, что я наработал на сегодня, вот, я вот на твой счет запишу. Мы понимаем, да, ситуация, ну, сногсшибательная, невероятная, так не бывает, но именно это и сделал Иисус в нашей жизни, то есть, Он записал на наш счет свои праведные дела, то есть, Он наделил нас своей праведностью, вот, то есть, это именно об этом и говорится. Для меня это стало действительно каким-то шоком, откровением, когда я вот именно с этой стороны подумал, потому что всегда размышляешь об этом, ну, ну, да, Бог наделил нас своей праведностью, но это, эти слова не были такими, знаете, для меня объемными, что ли, глубокими. И тут вдруг, вот, я внезапно осознал, что вот оно как, вот, освящение, то же самое, Господь осветил нас, то есть, мы не способны были убрать от себя эти грехи, Господь убрал их от нас, вот, то есть, Он осветил нас, сделал святыми, абсолютно чистыми. И мы продолжаем быть пред Ним, в таком положении, потому что Он наше освящение, а поскольку Он никуда не девается, и Он верен, и, ну, да, верен, и жив, в конце концов, то и освящение наше никуда не девается, в Его глазах мы святые. И искупление. Ну, искупление, это, на самом деле, термин из работорговли, то есть, это идея о том, что кто-то кого-то выкупает из рабства, и, понятное дело, что именно это и сделал Господь для нас, то есть, Он наше искупление, Он нас искупил, и вот так. И вот, смотрите, да, искупил от власти греха и сделал нас свободными, вот, и обратите внимание, насколько Господь милостив, то есть, вообще, вот, в древнем мире, когда кто-то кого-то покупал, ну, и понятная идея, да, когда какой-то человек покупает себе раба, он выкупает его у другого хозяина, сам становится его хозяином, и еще вопрос, что было лучше, да, еще вопрос, какой хозяин был лучше, то есть, может быть, тот старый, прежний, может, он и получше был бы, потому что, ну, с тем-то как-то уже стерпелось, а новый хозяин еще неизвестно, что там придумает, какой у него там порядок, вот, и как отношение к рабам. Но мы видим, насколько добр и человеколюбив и милостив наш Господь, выкупив нас у власти греха, Он становится для нас добрым хозяином, Он отпускает нас на свободу и даже дает выбор нам, слушаться Его или не слушаться, представляете? То есть, Господь настолько милосерден к нам, настолько вот Его любовь широка и огромна, что вот в своем человеколюбии Он даже дает нам выбор, чтобы не просто даже мы могли выбирать, что нам делать, служить нашему Господину или не служить, но Он даже больше того, Он называет нас друзьями, потому что открывает нам свое сердце, открывает нам то, что хочет сделать, свои планы, как написано в Евангелии Иоанна, я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца. И вот смотрите, вот это и называется какая-то невероятная просто неподдающаяся пониманию благодать, которую нам с вами еще осмысливать и осмысливать, ну или осмыслять, или осмыслять как угодно. То есть, это настолько, ну настолько Господь сделал для нас много, и понятное дело, чем мы можем похвалиться в этой связи, да? Понятен в этой связи 31 стих, чтобы было, как написано, хвалящееся, хвались Господом, не собой, не своими достижениями, но Господом, видя объемность, огромность вот этой работы, которую Господь совершил для нас. Мы понимаем, а мы-то тут вообще ни с какого конца. Вот, поэтому, дорогие братья и сестры, я думаю, что сейчас у нас видео должно быть благодарности Господу, видео благоговения перед Ним, то есть, когда мы смотрим на подвиг Христа, на Его вот эту благодать, я думаю, что наши сердца однозначно должны исполняться благоговением перед Ним, благодарностью и прославлением, то есть, ну действительно, Он достоин славы из наших уст. Вот, давайте прославлять Господа в наших сердцах, в наших жизнях. Аминь. Отец наш Небесный, прошу, благослови нас, пожалуйста, и научи. Научи прославлять Тебя, научи благодарить Тебя, Бог, невзирая на обстоятельства и наши какие-то мысли. Научи нас не сдерживаться в прославлении Тебя, Отец. Будь прославлены во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит Вас Господь. Аминь.